Всем привет, уважаемые коллеги! Представляем продолжение серии обзора мульчеров компании Mateng. Сегодня мы представляем вам новую модель, которой у нас еще не было. Это модель из серии M. Это относительно небольшие мульчеры со средним весом, вот видите, 392 кг. Ширины захвата рабочий 1,85 кг. Что собой представляет данный мульчер? Конечно же, это электронно отбалансированный вал. Это редуктор с обгонной муфтой внутри, которая предотвращает поломки и разрывы при блокировке основного рабочего вала большим объемом биомассы. Это гидравлическое смещение рамки под трехточечную навеску вправо-влево, для того, чтобы можно было более удобно отрегулировать направление и участок обрабатываемый. Это защитные пластины. Это обслуживаемые подшипниковые узлы на рабочем валу. Это регулируемая лыжа по высоте. Обратите внимание, здесь регулировки небольшие, то есть два диапазона, но они есть. Это, конечно же, открываемая задняя крышка. Если заглянуть под защитные пластины, здесь мы увидим вот такой формы молотки. Молотки имеют дополнительное ребро посредине. Это помогает мульчеру обмолачивать относительно крупные ветки для своего сегмента. То есть он вполне успешно будет справляться с веткой даже до 6,5 см. Пальцы с фиксаторами так выглядят. Обратите внимание, то есть здесь еще есть стопор, он таким вот образом фиксируется. Можно здесь брать, можно брать посредине. Рукав высокого давления, он идет на быстросъемных муфтах. Подключение к трактору наименее болезненно. Привод основного рабочего вала имеет дополнительную защиту, прорезь для смазывания подшипникового узла. Все наклейки относительно регулировки, что, как, чему. Обратите внимание на подгонки, вентиляция системы. Вот смазка подшипника верхнего шкива приводного вала. Здесь мы видим прикатывающий каток, он же опорный, который выполняет и защитные функции, и функции копирования рельефа местности. На нем установлен нож очищающий, то есть вся биомасса, которая измельчается в сером виде, если налипает, остатки грунта, этот нож подчищает. Усиливающая балка. Обратите внимание, здесь подготовка отверстий под дополнительную косилку серии УФО, которая выполняет роль приствольной косилки. То есть мульчер обрабатывает, если говорить о саде, например, междуряде, а приствольную зону обрабатывает дополнительная косилка, которая здесь крепится, но идет параллельным курсом справа от мульчера, и при необходимости может прятаться непосредственно за этот мульчер по ходу движения. Здесь мы видим вал. Так выглядят подшипниковые узлы. Обратите внимание здесь на качество молотка. Если заглянем глубже, мы увидим пассивный нож. Покраска везде порошковая, многослойная. Нанесенная предварительно очень качественная покраска. Завод, в принципе, сам по себе один из наиболее крупных в мире по серийному выпуску мульчеров и молотковых косилок в таком сегменте. В основном поставки идут на рынки США, Западной Европы. Но с 2019 года он благодаря агроформату есть и в России. Чтобы уже у нас был завершенный материал, мы обязательно покажем. Бардачок для хранения ключей, инструкции при необходимости. Вот фиксатор и крепление пластин. В комплекте обязательно идет карданный вал. Карданный вал идет по умолчанию с выходом под 8 шлицов для отечественных тракторов. При необходимости мы предоставляем непосредственно переходники под любой трактор. Подобрать, подогнать не является никакой проблемой. Как мне кажется, исходя из цены и характеристик данного мульчера, он должен быть наиболее популярным в нашей стране. Он близкий к перекрытию колеи основного трактора МТЗ-82. Он имеет очень серьезный запас прочности. Благодаря открываемой крышке, возможно, работа на очень больших скоростях. Очень большие имеются в виду применительно непосредственно подобным видом оборудования. А благодаря очень интересной форме молотка, он способен крошить системно, даже относительно крупную ветку. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, будем рады помочь. Пишите, звоните. Комментарии, электронка, телефон. Все доступно. Будем рады вам помочь. Продолжение следует...